19-е Саровские чтения «Православное лето-2023» организовала кафедра теологии СРФТИ совместно с монастырем, Саровским благочением, администрацией города в рамках муниципальной программы «Саров благословенный». В рамках чтений прошел третий студенческий фестиваль «Ядерный университет и духовное наследие Сарова». Два дня студенты института, старшеклассники православной гимназии и школ города участвовали в круглых столах. Впервые фестиваль прошел в крупном формате в зале Духовно-научного центра. Мы проводим студенческий фестиваль уже третий раз. У нас были маленькие секции в первый и второй раз. Одна секция была здесь, в монастыре, и одна секция была в храме царственных страснотерпцев. Но вот в этом году мы решили объединить эти секции, и получится у нас два больших дня, в которых примет 140 студентов Саровского фестивала. Первый круглый стол прошел под названием «Диалог науки и религия». Студенты заранее подготовили вопросы священнику о смысле жизни, религии, оценке современных цифровых технологий и тенденций с точки зрения церкви. На вопросы отвечал наместник Саровского монастыря Игумен Никон. Я уже здесь как бы и организатор, и сам участник непосредственно. Я собирал вопросы со своей группы. Наши ребята выбрали тему как дебаты, чтобы обсудить с батюшкой вопросы, которые им интересны. Некоторых, кстати, заинтересовали старинные книги, как происходил именно сам православный быт в древние времена. Также студенты и старшеклассники приняли участие в круглом столе «Молодежь и церковь». После бесед состоялись чаепития и концерты. Для всех участников фестиваля подготовили небольшие подарки. Каждый мог бесплатно взять книги духовного содержания. Саровские чтения с каждым годом становятся только масштабнее. И внимания студенческого сообщества, молодежи с каждым годом все больше. Безусловно, это связано с осознанием влажности духовно-нравственного воспитания молодежи на государстве. Я думаю, что это будет полезно и вам, услышать ответы на свои вопросы и вашим коллегам. Также в рамках саровских чтений «Православное лето» пройдет круглый стол «Духовно-нравственное воспитание в системе дошкольного образования» и Всероссийская онлайн-конференция «Теология и образование», посвященная Году учителя и наставника. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.